Анжелика, привет! Привет, Оля! Я думаю, что как и я, многие зрители тебя не узнали, поэтому надо сказать, что мы уже снимали одну из твоих квартир, двухэтажную, классную, однокомнатную квартиру, в которой много всего, оставлю ссылку на нее внизу. Сегодня у нас вишенка на торте, это однокомнатная квартира, про которую мы будем много говорить, очень всего полезного и интересного. Но давай в двух словах, площадь и высота потолков, и что это за квартира, кто тут живет? Это квартира молодого человека, очень амбициозного и очень занятого, поэтому я, получается, полностью занималась реализацией, поэтому она полностью воплощена, как в дизайне. Она, хоть и такая достаточно монотонная, и в серых тонах, она очень особенная, потому что в 42 квадрата мы уместили все, что можно уместить. Тут есть и спальня, и кухня, и постирочная, и большая ванна с ванной метр восемьдесят, и большое количество подсветок, различные зоны для хранения, поэтому этим она особенно, что мы уместили все, маленький такой конструктор. Класс. Я думаю, что мы начнем, как обычно, с кухни. Давай самую крутую фишку на кухне. Самая крутая фишка на кухне, что тут у нас есть маленький отсек для хранения гладильной доски. Вот такая вот классная маленькая полочка, и идеально помещается гладильная доска и порошочек, то есть все есть. Знаешь, вопрос, а что он гладит, молодой человек, который сильно занят? Да, он гладит, потому что он много работает, и он абсолютно не готовит, но гладит. А то есть это было прямо в ТЗ, что гладильная доска ему нужна? Да, обязательно, чтобы она была, и можно было ее место для глажки. То есть тут как раз ровно расстояние, чтобы можно было разложить. Прикольно. И спокойно погладить. Для этого даже предусмотрены две розеточки. Хорошо. И дальше вы глухую стену сделали в кухне сзади тебя? Это не глухая стена, это корр вентиляционный, под которым мы идеально как раз рассчитали глубину шкафа, чтобы это ощущение было, что это полноценная конструкция, поэтому этот шкаф глубже, чем стандартный, он 65. Но за счет света и выкрашенной стены кажется, что как будто так и должно быть, и что это продолжение кухни. Потому что тут прячется холодильник. Хорошо. Что тут еще есть интересного для человека, у которого не готовят в однушке? Довольно большая кухня. Да, тут есть интересное решение, так как варочная поверхность достаточно небольшая, и нам нужно было ее максимально все-таки расширить, потому что места мало. У нас было два решения. Во-первых, мы сделали здесь двухкомфорочную варочную панель, узенькую. И второе хитрое решение, то что у нас нет духового шкафа. У нас есть встроенная микроволновая печь, которую мы встроили вместо духового шкафа с функцией гриль. И человек полноценно может пользоваться, ведь духовка ему совершенно не нужна, при этом мы не занимаем место для микроволновой печи. А выглядит это абсолютно так же. Плюс очень хороший большой шкафчик еще снизу для хранения. Ну а вообще вот насколько целесообразно было в маленькой однушке делать большую кухню для человека, который не готовит? На самом деле она очень маленькая, то есть она всего лишь два метра. Просто она так кажется большой за счет чего? За счет того, что у нас она сделана в цвет стен, за счет того, что интегрирована вся встроенная мебель и техника, в том числе и встроенная черная раковина. Это все выглядит очень компактно, при этом кажется, что очень много места и действительно очень много варочной поверхности для готовки, для хранения и все закрыто, но при этом много места. А что там наверху в шкафчиках? Тут идет у нас для посуды, а здесь все идет хранение, то есть два полноценных для потолка огромных шкафа для хранения. Здесь вмонтирована небольшая вытяжка, тоже маленькая, и тоже сверху хранение. Ты там буквально какое-то слово сказала про стиль, и вот у меня тоже сразу вопрос, что это за стиль? Все серое. И я уверена, что многие в комментариях уже приготовились писать, что ой, серая квартира. Тут идет тот самый минимализм чистый, который можно так назвать, все монотонное, все в одной цветовой гамме, при этом изюминка этого интерьера, он серый, но он теплый серый, то есть если приблизить и рассмотреть внимательно каждую стену, она идет с бежевинкой, то есть тут не холодные цвета серые, а теплые, и за счет этого она очень уютная, очень просторная, и при желании всегда можно интегрировать цвет, если захочется. Но так как человек занято, очень много проводит на работе, ему хочется прийти домой, расслабиться, чтобы было комфортно, спокойно, уютно. И вот как раз такие цвета, и такая планировка его расслабляет. Это необычная квартира, необычный проект, потому что на самом деле я делала еще один дизайн-проект на эту квартиру у предыдущих владельцев, и здесь было абсолютно все по-другому, здесь было буйство красок, другая планировка, очень много ярких нюансов и декора, и это тоже смотрело все классно. Но, к сожалению, квартиру, или к счастью, продали другому владельцу с абсолютно другим взглядом на вещи, и мы сделали вот такой комфортный, приятный минимализм. Но можно увидеть, как это может выглядеть иначе, и понять, что в 42 квадратах можно сделать все, что ты захочешь. Главное выбрать правильный дизайнер и хороших строителей. Помните нашу однушку, с которой начались рум-туры? Она была в ипотеку, и для нас это был огромный шаг. Почти вся зарплата мужа уходила на погашение кредита, а я сидела в декрете и дохода практически не приносила. Поэтому я хорошо знаю ситуацию, когда кредит становится тяжелым временем. И выходы есть, разные, но я понимаю, насколько может быть в разы сложнее сейчас, когда обстоятельства давят гораздо сильнее. Я давно знаю канал Наталии Катряевой. Его специализация это банкротство физических лиц, законное списание долгов и защита от коллекторов. Наталья с командой менеджеров и юристов успешно работает по всей России. Банкротство это реальный, законный способ избавиться от своих долгов по кредитам. Вы знали об этом? Подписывайтесь на канал Натальи, чтобы узнать, как законно не платить кредит в вашем случае? Подходит ли вам процедура банкротства? Что делать именно в вашей ситуации с долгом и имуществом? Как избавиться от звонков коллекторов, банков и судебных приставов? Также узнайте, что такое реструктуризация долга? Что говорить, когда вам звонят коллекторы и судебные приставы? Как сохранить имущество? Какие плюсы и минусы банкротства? И на какие страхи давят банки и коллекторы? Кроме того, на YouTube-канале можно записаться на бесплатную консультацию, которую проведет эксперт по списанию долгов, разберет конкретно вашу ситуацию и даст вам рекомендации, как избавиться от кредитов. Ссылка, как обычно, внизу. Переходите. Давай поговорим про стол и про два стула. Стулья тоже, я вижу, что выбраны необычные, как раз удобные, как раз прорасслабляться. Редко так делают, такие стулья за столом. Прям кресло. Да, тут именно удобные обеденные стулья. Они выполнены в ткани, что не свойственно для кухни, но так как человек аккуратно и не готовит, для него это не составляет проблем. Стол тут достаточно большой, он на 8 сантиметров и при желании можно добавить еще два стула. Семья, она растет, всякое бывает, поэтому всегда можно расшириться и будет даже для четырех людей комфортно. Ты можешь нам посоветовать сейчас какие-нибудь магазины, где можно купить столы, стулья недорого, не знаю, поменять обивку, заказать кухню? Кстати, сколько она стоила? Кухня стоила недорого относительно, то есть она стоила 250 тысяч рублей, достаточно большая. С техникой? С техникой. То есть столярная где-то 180 сама столярка стоила. Техника была чуть подороже, потому что мы попали в период вот этой сложной перестройки, но в целом все успели купить. Я могу порекомендовать СКА-дизайн. Мы у них взяли очень много мебели, и диван, и комод, и прикроватный столик, и тумбочки даже, которые подвесны. Очень удобно, потому что все выполнено в одном дереве, в одном цвете, и очень гармонично, и вполне адекватная цена, соотношение цены-качество прекрасное. И у них, что важно, есть раскладные небольшие диванчики, потому что это обычно всегда проблема. Вот он как раз раскладной, но он не маленький. У них, конечно, есть маленькие, но так как у нас очень хорошая планировка, мы смогли уместить полноценный диван. Он идет 2,20. Можно спать на нем и не на разложенном, и разложить, и это будет полноценное спальное место. У них очень хорошие механизмы, поэтому очень функциональны. Плюс ткань. Достаточно износостойкая, можно замывать, на ней нет всяких разводов, как на велюре часто бывает. Очень приятный, тактильный, очень удобный диван. А я видела, около него столик стоит, что он из Икеи? Страшно подумать. Нет, это тоже из К-дизайна. Это тоже из К-дизайна. У них тоже есть классные приставные столики. Их можно и как отодвинуть, и чтобы сохранить пространство, можно вот так задвигать. Да, да, да. Это очень удобно для маленьких квартир, потому что не занимает места. Опять же, не нужно ставить чашку на диванный подлокотник и пачкать. Всегда можно поставить сюда, поработать. А еще у меня вопрос про свет. Потому что светильник необыкновенный, интересный. И я знаю, что еще и тут кроется сюрприз для нас. Давай, жги. Да, тут запрос для заказчика был сделать различные сценарии освещения. Тут есть и для того, чтобы пообедать, и для того, чтобы посидеть в приятном мягком свете. Сейчас покажу. Можно выключить большой свет, и у нас будет уютное, теплое освещение, не холодное, при котором можно расслабиться, еще зажать свечи, и будет очень приятная обстановка. Также можно ужинать, тоже выключать освещение кухонное. И у нас остается исключительно подсветка фартука, подсветка бра и подсветка штор. И уже абсолютно такая другая атмосфера, вечерняя. Очень приятно находиться в таком помещении. В каком состоянии была квартира? С нуля отделка? Или это была какая-то там, не знаю, черновая или какая-нибудь? Тут был полностью голый бетон, не было стен, поэтому все возводили, полностью делали с нуля, меняли коммуникации, меняли батареи на конвектора. Тоже одна из особенностей. Так как тут окна в пол, и тут стояли некрасивые очень радиаторы, мы поменяли на скрытые конвекторы. Класс. Тогда у меня следующий вопрос, это сколько стоил ремонт, потому что тоже важно. Вообще полностью ушло на ремонт, включая мебель, строитель, освещение, полностью под ключ. Это 4 миллиона рублей. Это средний сегмент, не эконом, это с хорошими дорогими материалами. Вот так и выходит. Еще одной фишкой именно дизайн-проекта и реализации идет то, что заказчик полностью доверял мне как дизайнеру и строителям, положился, и я вела полный авторский надзор. За счет этого у нас получилось то самое невозможное, что обычно всегда просят, сделать ремонт за 3,5 месяца и въехать. Потому что, как правило, это все говорят, нет, невозможно, полгода у нас получилось. Потому что, действительно, мы полностью контролировали каждый этап. Мы заказывали мебель, встроенная уже на этапе, когда были выровнены стены, и уже можно было это сделать. И все было выбрано, допустим, освещение было выбрано, подобрано в то, что было в наличии. То, что нужно было заказать заранее, было заказано заранее, пришло вовремя. Поэтому, когда все было готово, осталось только докупить ковер, и все. И, действительно, человек очень быстро переехал. Не было нервотрепки, он не ждал долго, и, действительно, совершилось невозможное. Мы еще не поговорили про ковер и про пол, в принципе. Ковер я приглядела, и тоже, вот прям я сейчас нахожусь в процессе выбора, где взять хороший. Это хорошая очень фирма. У них есть сразу подбор, то есть они мне заранее выслали, что можно. Арт-ковры. У них очень классные ковры с бамбуковым шелком. Они достаточно недорогие относительно шелковых ковров, но при этом на ощущение, когда по ним ходишь босиком, это просто невероятно. Пол здесь достаточно необычное решение для минимализма. Обычно так всегда берут матовые, но тут у нас на этом был акцент. Он глянцевый, он отражает все освещение и выглядит немножко более нарядно, чем если бы это было просто матовое. И повторяет текстуру мрамора. Очень нарядно. А в спальне, когда мы переместимся, у нас красивейшая доска. Пойдем сначала зайдем не в спальню, а в санузел. И пока до него добираемся, давай поговорим про скрытые двери. Потому что очень классно это выглядит. Вот знаешь, в таком маленьком помещении, в таком цветовом решении, они действительно становятся инвизибл, незаметны. Да, они действительно практически незаметны. Плюс две двери рядом, и это не смущает. Плюс тут была выбрана высота потолков. Высота дверей нестандартная, 2,50. Поэтому высота потолков, которые и так 3 метра, кажется еще выше. И визуально, конечно, это расширяет пространство. Пока идем, хотела показать одну маленькую изюминку. А заказчик не любит ходить в темноте, поэтому мы для него сделали вот такое решение вечернее. Подсветка плинтуса. Поэтому, когда он будет вечером перемещаться по квартире, ему будет комфортно и не страшно. Слушай, ну и классно геометрия. Вот, допустим, идешь ты в ту часть квартиры, и у тебя кухня подсвечивает дорогу, а плинтус подсвечивает дорогу. И все это очень графично, линиями выглядит. И тогда я понимаю, почему ты выбрала тот длинный черный светильник на стене. Да, тут много таких прямых линий, много вертикальных поверхностей, чтобы визуально все выглядело гармонично. Заходим в санузел. Он тоже у нас достаточно минималистичный, выполнен в темных тонах, и на самом деле выглядит очень уютно. Здесь графичные элементы, все смесители, полотенца, сушители, гигиенический душ даже, все сделано в черном цвете. И много встроенных полчик, и вот такие классные скрытые шкафчики, в которых тоже, несмотря на маленькую площадь, можно хранить даже полотенце. Знаешь вопрос какой? Вроде молодой человек, мало дома и ванная. Опять же все связано с той же историей, что человек очень занятой, очень много работает и очень любит расслабляться. Поэтому это одно из важных условий было сделать очень комфортную большую ванную, и на этом был прям акцент. Круто. Поэтому мы всяческими путями смогли уместить ему метр восемьдесят, несмотря на то, что вот здесь скрытый короб, мы его, соответственно, скрывали вот этим шкафчиком, и вот сюда, если обратить внимание, заходит как раз та самая ванна метр восемьдесят, но смотрится очень гармонично. И также много полчик для хранения различных тюбиков и шампуней. Все для удобства. Хочу показать встроенный шкафчик для полотенец и хост-нож. Он скрыт, он полностью повторяет по цвету пол. То есть это два разных материала, плитка и ДСП. Но мы очень долго подбирали, и в итоге сделали абсолютно такую монолитную историю. Он не бросается в глаза, и также он полностью в потолок. А давай поговорим еще про хранение под раковиной. Здесь большая тула, два ящика. Они тоже выбраны под цвет плитки, чтобы не создавали большой объем, и растворялись в пространстве. То есть я могу сказать, что это самая эргономичная ванна, которую я делала, потому что, несмотря на ее размер, здесь очень много всего, и оно все смотрится очень компактно, как будто так и должно быть. Хотя достаточно большие элементы, и смотрятся гармонично. И еще классное решение есть. Чтобы сэкономить пространство, у нас идет гигиенический душ вместе с держателем для туалетной бумаги. Сохраняет пространство, и даже есть полочка для телефона. А такое бывает, да? Ничего себе, я даже не знала. Да? Очень удобно. На стенах все кафель? Да, все плитка. Где ее теперь брать? Итальянскую все сложнее и сложнее находить. Это тоже классное решение. Это не итальянская плитка, а наша. Абсолютно вся, которая и на полу, и на стенах. Это эталон. На стенах серия эталон Миллениум Блэк. Она смотрится в салонах очень темно, и иногда ее пугаются. На самом деле на стенах, как видите, прекрасно выглядит. А здесь эталон волна, под орех. Тоже наша плитка, и как вы видите, она идеально подходит под дерево. У них там очень большая палитра, и можно подобрать абсолютно под любое дерево, которое у вас в интерьере. И она всегда в наличии. Ну, на самом деле, действительно, я часто слышу эталон в названиях, и, конечно, мы оставим ссылку. Имейте в виду, да, зрителям надо это знать. Про черную сантехнику еще тоже. Где ее покупать, и как она себя ведет? Ну, ты, наверное, может быть, из других своих проектов можешь знать, чтобы не облезала. На счет черной сантехники надо всегда понимать, что если взять слишком дешевую, она, скорее всего, облезет. Тут надо брать что-то среднее в среднем сегменте. Это АМПМ идет. Они недорогие. Они достаточно такие по цене комфортные. И они не облазят. Поэтому тоже можно посоветовать. Ну, хорошо. Идем в коридор. И у меня вопрос прям, как? Потому что, ну, фактически в нем ничего нет. Да? Ну, то есть, визуально он полностью минималистичный. Да, это тоже, как бы, тут изначально был очень большой коридор. Мы пытались его максимально уменьшить и сделать полезное пространство. Поэтому у нас здесь, на самом деле, очень большой шкаф, который встроен в нишу, полностью скрыт. Подобран по цвету кухни чуть-чуть темнее. И здесь просто очень много хранения. И даже тут есть специальная полочка для роутера. А зеркало еще больше расширяет пространство. Поэтому очень удобный шкаф. Он глубиной 60. То есть, тут достаточно большая ниша. Но за счет того, что в цвете и он очень гармонично встроен с зеркалом, не кажется, что он глубокий и кажется, что он маленький. Но, на самом деле, там очень много всего. И даже есть крючки для рюкзаков внутри. Давай еще поговорим про стены. Потому что все-таки ничего-ничего, но рисунок какой-то они и выдают. Да, здесь у нас идет декоративная штукатурка с рисунком. Ее достаточно кропотливо наносили строители. Также они наносили и на скрытую дверь Invisible. То есть, тут абсолютно все поверхности с этой стороны сделаны в декоративной штукатурке. Она высыхает чуть дольше, чем краска. Но в будущем она более практичная. Плюс, если так как это прихожая, все равно постоянно заходит, заносит вещи. На ней даже есть какие-то царапины и потертости, просто не видны. Либо их можно потом, через какое-то время, через 5-6 лет, просто сверху сделать немножко реконструкцию. А так, в целом, даже если будет потертость, мы ее никогда не увидим. Потому что и так у нас здесь такой рисунок. И что это за чудо-производитель? Это тоже наши абсолютно все краски и покрытия. Здесь ланерс. У них очень хорошие материалы, сделаны на основе акрила. Абсолютно все краски моющие, потому что там добавлен акрил. Даже матовые. Хорошо, идем дальше. И не последняя по значению комната технический шкаф. Целая постирочная в однушке, что редкость. Здесь у нас есть и стиральная машина, и сушильная полноценная машина на 60 на 60. Очень хорошая, кстати, LG. У них даже есть тут специальная полочка, можно поставить. И вещи класть, сушиться, не крутя их. Очень много для хранения средств. И полноценный большой шкаф на 60 на полтора метра. То есть тут можно разместить все, что угодно. И даже есть специальная большая полка сверху для чемоданов. И, конечно, есть две розеточки. Если что, тут можно и подпалитель поставить, и повесить дайсон-пылесос. То есть очень полноценная, хорошая гардеробная постирочная. Я еще хотела спросить, да, что достаточно ли в шкафу места. Но теперь понимаю, что этот вопрос тоже решен. Окей, а есть где-нибудь робот-пылесос? Или кто чистит эти прекрасные глянцевые полы? А пока нет, но будет. И для него специально запланировано место под комодом. Там тоже есть розеточка внизу. Он идеально тогда помещается по размеру. Мы рассчитывали высоту ножек, чтобы поместился робот-пылесос любой марки. Угу, класс. Привет, друзья! Переходите на мой телеграм-канал. Там я часто показываю вам красивые фотографии. И рассказываю о лайфхаках, которые мы находили в этих видео. А также пишу различные тексты. Очень интересно и полезно. Хорошо. И у нас остается спальня, правильно? Да, еще один маленький момент хотела рассказать. Тут непростые терморегуляторы. А так как человек часто путешествует, они умные. Они подключены к его телефону. И он может удаленно ими пользоваться. Подключать полы, регулировать. Это тоже такая особенность. Круто. Как называется система? Это Шнайдер. А теплорегуляторы Дэйви. Прекрасно. Берем на заметку. Пойдем. Спальня здесь достаточно небольшая. Но при этом очень вместительная. Тут стоит кровать метр шестьдесят на два. И здесь есть небольшая хитрость. То есть в такие размеры, как правило, шкаф шестьдесят разместить невозможно. Просто не будет подхода к кровати. А человек хотел сделать все-таки два подхода для двух людей. Поэтому мы здесь сделали хитрый шкаф. Он здесь на сорок. Это не стандарт. Полностью не стандарт. При этом он очень большой. И здесь даже есть для вешалок. Они висят вот так. И очень много хранения. При этом мы сохранили место между кроватями полноценно. То есть даже не пятьдесят. Тут все семьдесят. И можно даже подойти с двух сторон к тумбочкам, которые тоже с двух сторон с хранением. То есть это, по сути, полноценная спальня. Просто очень маленькая. Но при этом хранения очень много. Хочу узнать, что это за светильники все-таки, палочки. Это все идет basic decor. У них очень классный сервис. Всегда мне подбирают все по проекту. Все, что нужно. Еще у них есть такой секрет. Их можно поворачивать и делать свой дизайн. Неспроста здесь нет картины. Потому что здесь такие бра, которые можно так повернуть, что будет все очень красиво. Ну да, рисунок светом получается. Да, да. Тут такой световой. Шторы blackout. Также они были выбраны немножко с блеском. Потому что это все-таки спальня. И хотелось чуть больше уюта. Поэтому здесь чуть больше бежевых тонов. Здесь более бежевые шторы и более бежевый шкаф. А еще классная особенность этой маленькой спальни, что тут есть маленький балкон. Можно выйти, поставить креслице и вот так вот посидеть, отдохнуть. Весной, когда тепло, прекрасный вид на внутренний двор. И даже балкон в этой спальне есть. Класс. Анжелик, ну подбираясь к концу нашего видео, хочется узнать какой-нибудь совет. Ты нам приготовила его сегодня? Совет. Не надо бояться маленькой площади. При правильной планировке всегда можно уместить практически все, что ты хочешь. Просто надо подумать, что важнее, сделать на чем-то акцент. Но всегда абсолютно можно найти компромисс и сделать так, как ты хочешь. И получать удовольствие от того же лет, где ты проживаешь. А что считаешь по компромиссам, которые вот прям сомнительные? Стоит ли в них идти именно в дизайне интерьера? Я считаю, что если это прям совсем слишком идет большое противоречие. Например, супер неудобный подход к кровати. Да, если, допустим, хочется большую кровать, но при этом мы понимаем, что мы не подойдем к кровати и не сможем вообще никак развернуться, то этого делать не стоит. Лучше сделать поменьше. И в целом останешься довольным. Спасибо большое. Друзья, сегодня, по-моему, очень много полезных ссылок на российских производителей. Ремонт делался как раз таки, когда ситуация складывалась сложная, только начиналась. Поэтому заглядывайте туда. Там же контакты Анжелики. Подписывайтесь на канал, для того, чтобы смотреть новые выпуски. И мы очень будем рады репосту этого ролика. Все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok